Добрый день! Сегодня мы будем пробовать Франсуа Дуляк. Это выдуманное название, типология вина красная полусухая, страна производитель Франция. О регион трудно сказать, достоверных сведений о том, где сделано вино я не нашел. Производитель Les Grand Chais de France, торговая марка Франсуа Дуляк. Год урожая 2020. Бутылка нестандартная, литровая Проко Подвинт. Сертификации у вина нет. Цена в Республике Беларусь 18 рублей. В РФ трудно сказать, именно с такой этикеткой вина я не нашел, хотя данная марка хорошо представлена. Думаю, что оно все-таки продается, и цена его будет в районе 500 рублей. Что внутри? Виноград. Трудно сказать, опять же, достоверных сведений я не нашел. Все бутылки разные. Цвет умеренно рубиновый. Осадок не наблюдается. Вино фильтровое, содержит сульфиды, причем явно много. Вино полусухое, 4-10 грамм на литр. Это, в принципе, подпадает под классификацию полусухого вина. Полнотельная, красная, кислотность у него достаточно высокая. Неприятные резкие танины. Вино терпкое, причем неприятно терпкое. Крепость 13,5% довольно большая для такого года и такого вина. Что, скажем, вызывает особенные подозрения. Сразу после открытия резкий неприятный запах этанола и сусла. Даже по запаху можно сказать, что это дешевое вино или вообще подделка. После декантирования стало получше, выдохлось, но все равно остался неприятный резкий запах. Терпкий вкус, который не скрывает даже его сладость этого вина. Все-таки вино не сухое. Стойкое ощущение манипулированию со сладостью вина. Крепость явно завышена, поэтому, видимо, добавляли сахар или сироп для большего брожения. На сайтах различаются как этикетки, так и характеристики данного типа вина, причем широких диапазонах, что также не добавляет вину в очков. В целом можно сказать, что перед нами дешевое вино низкого качества. Разлито специально в экономичную тару вино на двойку. Пить можно, не отрава. Есть несколько технических замечаний. Рекомендовать можно только для компаний, где все равно, что пить. Декантирование обязательно, иначе пить вообще невозможно. Большой бокал для красного вина улучшит ситуацию. Выбор блюд здесь, в данном случае, без комментариев. Если вы покупаете такое вино, значит, знаете зачем. Все, всем спасибо.